Я в 15-м году боялся, что, блин, ко мне приедут братки и отожмут у меня бизнес. А расскажи, пожалуйста, про свой путь до предпринимательства. Дубай – это мой шестой город, в котором я живу. И я, короче, еду с Якутии до Башкирии, 6 тысяч километров, понимая, что я обратно не вернусь. За 23-й год мы росли быстрее всех на этом рынке. Бабло делалось из воздуха. Теперь я вообще могу все, что угодно раскачать. Следующий бизнес я потерял. Про вот эту черту нищебродов, по твоему мнению. У меня, кстати, деньги закончились примерно через полгода. У меня сейчас 800 человек в команде. Я думаю, что в этом году пробью тысячу. И в какой-то момент просто случается... Пи***ь. Друзья, всем привет. С вами Егор Явланников, сооснователь и президент бизнес-сообщества Эквиум. Нам довелось жить в удивительное время, когда, в общем, мир меняется. И в постоянно меняющемся мире все чаще стоит вопрос о сохранении капитала, и все чаще стоит вопрос о преумножении капитала. И когда люди задумываются об этом, они очень часто думают, как это можно сделать с помощью недвижимости. Я даже знаю, что почти 50% всего капитала мира, всех денег мира, находится в недвижимости. И гостем нашего сегодняшнего интервью является Данис Латыпов, один из франчайзи группы компаний «Этажи», и человек, который разбирается в недвижимости не только на территории России, но и в Дубае и на территории Эмиратов, где, на мой взгляд, сейчас проходит настоящий бум реал-эстейта, и все передовые практики, техники, в общем, здесь видны. И большая радость пообщаться с тобой сегодня об этом. Привет, Данис. Привет, Егор. Начнем со знакомства. Я знаю, что ты родом из Сибири. Расскажи, пожалуйста, откуда, где ты родился, вырос, как ты из Сибири, оказался здесь, в солнечном Дубае. Я родился и вырос в Якутии, город удачный. Там добывают алмазы, и это северный полярный круг. И очень часто зимой там минус 50, минус 55. Я сейчас живу в Дубае в плюс 50. Знаешь, как бывает класс оборудования, да, вот у меня максимально высокий класс, как человека, минус 50, плюс 50, тестирование пройдено. Вот, 100 градусов разница. Родился я, вырос там, закончил школу, потом учился в Иркутске, сделал там карьеру в нефтянке. Ну, сначала, понятно, работал, как все, торговый представитель, гайки покрутил, пока был в институте. Потом устроился в нефтянку, сделал там карьеру, накопил денег, и решил стать предпринимателем. Дубай – это мой шестой город, в котором я живу. Ну, большинство городов, в которые я приезжал, я приезжал с одной сумкой и с нулевым количеством людей, которые я знаю. То есть, в принципе, у меня есть такое хобби – приезжать куда-то, где я ничего не знаю, где я никого не знаю, и начинать все с нуля. То есть, я кайфую от этого состояния. А расскажи, пожалуйста, про свой путь до предпринимательства. То есть, в нефтянке чем ты занимался? Я работал в компании, которая начинала свой путь, которая добывает нефть. Я закончил институт уже, у меня оставалось там полгода до окончания второго высшего. Я приехал на вахту, мне дали робу, мне дали лопату, сказали «на, копай». И я, человек с двумя высшими образованиями, практически копал. Потом у меня достаточно быстро прошла карьера, и меня первый год поставили мастером смены. Потом я исполнял обязанности начальника участка, потом перевелся в головной офис. Компания принадлежала тогда ТНК-БП, еще когда до продажи Роснефти. Какую-то зарплату себе там уже неплохая была, там 40 тысяч, это был год 2012, такая нормальная была зарплата для моего возраста. И тут меня приглашают, точнее, нас приглашает Транснефть, это система магистральных нефтепроводов. То есть вся нефть, которая добывается в России, всеми нефтяниками сдается в одну большую трубу, ну и там в несколько их, да, там разные трубы, ну в большую трубу вот именно на той территории Восточной Сибири, Тихий океан. Они приглашают нас на проверку, и мой начальник не может ехать, и отправляет вместо себя меня. И я там все хорошо провожу, и та сторона, которая нас проверяла, приглашает меня на работу. С окладом в три раза больше, то есть с 40 тысяч до 120. И я, ну правда, единственное, что надо переехать с Иркутска, который более-менее благополучный там по инфраструктуре, по жизни, переезжаю в Ленск, который топило в 2004 году, там знаменит этим город, в 2004 и в 2007, по-моему. Туда переезжаю ведущим инженером, год-полтора примерно работаю инженером, потом становлюсь начальником товаротранспортного отдела диспетчерской службы. У меня в подчинении в самом отделе 8 человек, и еще на всех, на 2000 километрах магистральных нефтепроводов, большая труба, там метр диаметр и метр двадцать, у меня там еще 80 человек. Я отвечаю за старт трубопровода, за остановку, мне в 3 часа ночи могут позвонить, я должен первый приехать в диспетчерский пункт. Я отвечаю за качество приема нефти в нефтепровод от нефтяников, чтобы там что-то там не мутили, не крутили, за количество, то есть там одна тонна ошибся, уже большие суммы. Материально ответственным лицом было, вот все, что было в этих двух тысячах километров в нефтепроводах и в резервуарах огромных, миллионы тонн нефти, я был материально ответственным лицом. Сколько лет было у тебя? Мне тогда было где-то 27 лет, когда вот мне поставили. То есть я в 27 лет был материальным ответственным лицом за десятки или сотни миллиардов рублей. Ну то есть на мне висело. Зарплаты в 120 тысяч рублей? Нет, тогда у меня уже 200 была зарплата. Но тогда для 13-го, для 14-го года это была прям огонь зарплата. И я в какой-то момент, наверное, с года 10-го начал читать бизнесовые книжки. Первая в 10-м году это была «Богатый папа, бедный папа», которая просто перевернула мое отношение к деньгам, вообще понимание. Я начал ее взахлеб читать. И вот с 10-го, 15-й год, по сути, я готовился к предпринимательству. Где-то, наверное, года с 12-го, с 13-го я начал копить деньги. Я понимал, что вот я хочу накопить денег, чтобы открыть бизнес. И прям дисциплина была. Реально каждую копейку расписывал. Мою зарплату вообще не тратили. Жили на зарплату жены. И мою зарплату всю вообще отправляли. Бывало такое, что там у нас с женой на двоих 300 тысяч зарплата. В кармане 100 рублей, на счетах 2-3 миллиона. Но мы даже не заходим в магаз, потому что все, дисциплина превыше всего. И я, получается, за 3 с лишним года погасил там кредиты на машины, брал до этого, на миллион рублей. И еще 5 миллионов накопил. То есть вот за 3 года. То есть для меня тогда эта сумма была космос. И я начал задумываться о том, какой я хочу бизнес открыть. И мне тогда было 29 лет. То есть я был на рубеже вот как раз 30-ника. И я решил, что я хочу открыть бизнес по франшизе. Ну то есть мне было важно все-таки не сделать неудачную попытку, потому что у меня до этого уже была попытка. Ну такая себе. Я ушел обратно в найм. Я занимался запчастями. И для меня было важно бросить карьеру классную в нефтянке не просто так, а чтобы был какой-то смысл. Я начал выбирать франшизы и случайно наткнулся на компанию этажи. Запросил у них. Говорю, ребят, хочу открыть вашу франшизу. Дайте франшизу. Они со мной пособеседовали. Я такие, да нет, ну тебе-то сколько лет там, 29, а в недвижке работал, нет. Ну все, короче. Такие, ну мы подумаем, короче, начали вот к обычной. Я сам так собеседование проводил, подумаем там. Я это прекрасно знаю, все эти приколы. Я понимаю, что мне не отдают миллионик, Уфа тогда в тот момент. И запрашиваю маленький город Стерлитамак, 280 тысяч населения. Почему именно этот город? Потому что у меня отец оттуда, у меня там родственники. И думаю, ну ладно, вот типа будут там, просто знаю город, ну не так страшно переезжать. И они такие соглашаются, тогда все раздавали вот так, все нормально. Типа, все, переезжай. Я еду в отпуск. У меня тогда был Land Cruiser Prada. И я, короче, еду с Якутии до Башкирии 6 тысяч километров в отпуск на машине. Ну, понимая, что я обратно не вернусь. Еду, смотрю успешные города в сети, это же один, кстати, неуспешный, один успешный. И понимаю, почему понимаю неуспешный, то есть у меня объяснение есть, да, и понимаю, почему успешный. Вот, и, ну, считаю, система сильная. Еду в центральный офис, перед тем, как в Тюмень, да, перед тем, как сходить, короче, вот на финальную уже встречу. Вечером открываю, такой думаю, посмотрю, отзывы. Ну, это максимально тупое решение было, ты уже все там переехал, можно сказать. Смотрю отзывы и такой смотрю, там, ну что-то мне не очень нравится, да. И такой в жене говорю, ну, наверное, не пойду. Она такая, ты гонишь, мы уже, типа, ну, столько проехали, давай, давай пойдешь. Ну, все, короче, пошел, в итоге договорились нормально и начали работать. Открыл я первый свой офис, я там себе сразу амбициозные, там, большие планы поставил. У меня, кстати, деньги закончились примерно через полгода, я привлек, долю продал небольшую своему знакомому. И парился очень сильно, что у меня не получается, что я там слабо стартовал, слабые результаты, там, голову пеплом посыпал. И через год, я вот в августе открылся 15-го года, в октябре 16-го года, день рождения компании «Этажи», мероприятие, где собираются все франчайзи, там, риэлторы. И меня приглашают на сцену, и говорят, типа, это наш лучший стартап за все время, это, короче, прорыв года. Я вообще в шоке сижу, я приехал, типа, ну, вообще неудачником туда. И все, и, короче, вот, все награды собрал. У меня там, сразу скажу честно, корона оделась вот такая огромная, и я, наверное, звездной болезнью пару лет поболел. Я был выскочкой, короче, на всех обучениях, там, что-то, там, первый отвечал, всеми спорил, там, даже те, кто круче меня по бизнесу, там, что-то пытался, другие бизнесы. Ну, короче, все, что проходит, наверное, предприниматель, у которого, там, первый бизнес хорошо запустился, он, там, появляется, сказать, непобедимость, и он такой думает, ну, все, теперь я вообще могу все, что угодно раскачать. Понятно, что следующий бизнес я потерял, со звездной болезнью пожил какое-то время, года, наверное, два. И мне очень, мне очень сложно было вылечиться, очень сложное было выздоровление из звездной болезни. И такая появилась, антитела появились теперь в крови, чтобы, там, совсем не зазвездиться и не потерять связь с реальностью. Через год после этого мне стало скучно, на Стервитамах маленький город, я, наверное, где-то за год пришел, там, численность человек 70. Вообще, мне, на самом деле, такая теория есть, что если ты какой-то уровень проходил, ну, по системе управления, вот у меня было 80 человек, да, в нефтянке, я до 80 быстро дошел. То есть я понимаю, как система такого размера работает, то есть до 100 человек. Потом он перся в потолок, что-то мне стало неинтересно, и я начал искать себе второй город, крупный уже какой-то миллионник, для того, чтобы дальше развиваться. И в 17-м году переезжаю в Воронеж, выбираю между Воронежем и Самарой, Самара мне не понравилась. Они еще до этого, в 16-м году только подготовка началась к чемпионату мира, и я приехал, просто еду на своем крузаке по Самаре, и там такие дороги, мне на крузаке некомфортно. Ну, то есть прям вообще огромные ямы, я такой, нет, не хочу. Поехал в Воронеж, мне очень понравился Воронеж, я прожил в Воронеже 5 лет, и вот с 15-го года, кроме 20-го года, я каждый год открываю новый бизнес, всегда. Вот у меня, я даже считаю, вот, что только вот в пандемию я не открыл ни один стартап, и вот в 22-м году я открыл компанию «Этажи» здесь. У меня в России было 5 компаний, одну я продал, одну я заблаговременно за пару лет до переезда продал, когда я понял, что я уже переезжаю. Ну, буду точно. И перед отъездом один офис свой продал «Этажей», потому что понимал, что не могу, то есть времени нужно столько же на другие, а у меня его нет, ну и нет желания. И тоже продал, то есть избавился от активов неприбыльных, подготовил команду к переезду, где-то год-полтора у меня заняло. И в 22-м году в конце сюда переехал с семьей. На данный момент у меня, я работаю 15 месяцев здесь, у меня в компании «Этажи» работает 100, где-то 165 сотрудников, 170. Это за? За 15 месяцев. За 15 месяцев сколько сотрудников? Да. 165, примерно, 170. Ну вот, я каждый день не актуализирую, потому что, ну, я, на самом деле, я каждый день в офисе, но я не сильно глубоко в операционных процессах. То есть нет такого, что я вот прям совещание на совещание перепрыгиваю. Рынок недвижимости Дубая был реально для русских, для, ну, выходцев из России, из СНГ 22-й год. Я зацепил там 4-5 месяцев классного рынка. И в 22-й год-то примерно было 20% доля покупателей из России, ну, понятно, с какими событиями связано, а 23-й год 5,7. И вот, получается, рынок российский в 4 раза падал за этот год, а мы, у нас получилось расти. И я, на самом деле, как говорится, хочется, конечно, не выеживаться, но нет такой возможности. Вот, и за 23-й год мы, по моим ощущениям и вот по тому, что я в рынке знаю, росли быстрее всех на этом рынке. То есть мы реально, причем мы первый рывок сделали вот как раз до марта, когда был высокий рынок. И потом у нас такое затишье было полгода. Мы, ну, просто я офигел, когда вот у меня начали падать доходы, производительность, и я не мог понять. Ну, я понимал, с чем связано, да, с российским рынком, я не понимал, что делать. И с марта месяца, с 1 марта 2023 года я объявляю, что мы переводим все коммуникации в компании на английский язык. То есть мы все чаты, все обучения, все собрания, все совещания. Если там все русские, то мы там можем по-русски, но у нас даже сами там CRM-системы, все на английском работает. Объявляю, что переходим на английский язык, причем у меня там, ну, условно, 10 англоговорящих, может быть, 8, и там 60 или 70 русскоговорящих. И такие, типа, ну, ты что там, угораешь? И они саботировали это. Но я им объяснял, говорю, ребят, смотрите, я вижу вот, что дальше российский рынок в Дубае так покупать не будет. Ну, то есть там было просто в тупую, понимаешь. Вот у кого-то есть бабки, такие, о, пойдем в Дубае. То есть просто тупо спекуляция, как когда биток, когда растет, условно, все вкидывают, профессионалы, непрофессионалы, и дичь была просто. На самом деле, вот бабло делалось из воздуха. Ну, вот честно, у меня в первые месяцы брокеры отказывались от новых лидов, потому что тупо мы их просто заливали. Ну, было людей сильно больше, чем предложения, да. И вот я говорю, ребят, это точно не будет, и теперь мы ориентируемся на международный рынок. Вот все, мы теперь не российский офис ЭТЖ, мы теперь международная компания в городе Дубай. Переводим всех на английский язык, сопротивление дичайшее. Все саботируют, пытаются на русском говорить, там, в чатах писать. Я, короче, настойчиво все прям иду, иду. Начинаю набирать, первую команду набираю англоговорящую, человек, наверное, 15-20. В итоге их всех теряю. Первая причина, почему теряю, у нас менталитет отличается очень сильно. Мы такие, знаешь, жесткие, грубые. Я даже, когда вот приходил на собеседование, приходит ко мне какой-нибудь араб, там, или европеец. И я такой смотрю, а я-то привык, ну, как бы я сам себе команды всегда набирал. Я смотрю на него, ну, блин, думаю, что за сопля вообще, ну, что за вот слюнтяй. Ну, вот просто как ты можешь, там, например, в продажах чего-то добиться, да. Ну, то есть вообще мягкие такие. И по прошествии какого-то времени я начинаю, там, хожу-хожу, и они все такие. То есть приходят русские, там, такие боевые все. И в России все такие, типа, мы, там, порвали рынок, мы, там, в сто раз увеличили продажи. Все такие, там, что делать сотрудники, если не выполняют, увольняют нахрен, короче. А здесь все такие, такие добродушные, френдли, такие все мягкие. Все такие, ну, нам договариваться, там, то, сё. И я не могу понять. И потом меня в какой-то момент просто догоняют, что, блин, это не они какие-то мягкие. Это я просто вот приехал оттуда, от нас, да, из нашей суровой, там, Сибири, с Россией, да, с медведями, там, балалайками, вот. И я понимаю, что это мы другие. И в какой-то момент я даже где-то терял людей. Я могу какую-то шутку тупую отвесить, которая, ну, просто, ну, типа, русский может понять, типа, а вот они не понимают, типа, что ты, ну, какого фига ты наезжаешь вообще, типа, что ты так выражаешься, какое имеешь право условно. Потому что здесь привыкли все по-другому общаться. И в какой-то момент я догоняю, что, блин, мне надо меняться. Я начал реально за собой наблюдать, замечать, начал смотреть, как русские общаются, как нерусскоговорящие. И вот начал адаптироваться. Первую команду всю потеряли. А можно я попрошу, я чуть-чуть одну тему хотел спросить, раз уж мы говорим про точки роста, да, и про личные изменения. У меня два вопроса. Во-первых, мы начали в контексте твоего личного дохода. Я знаю еще, что у тебя первая зарплата была 5000 рублей, потом ты говоришь, там, 100-120. А какой, если это, ну, хотя бы порядок сумм, да, какой сумме в рамках личного дохода идет речь сейчас, когда вот у тебя, там, почти 1000 человек в команде, в общем. Да, у меня сейчас 800 человек в команде, я думаю, что в этом году пробью 1000. Ну, смотри, если брать российский бизнес, это примерно миллион долларов в год. Но надо понимать, что это не Москва, это регионы, то есть там... И личный доход. Вот я говорю, да. Да-да. Вот, если брать Дубай, ну, то есть, смотри, личный доход, ты имеешь, что, сколько я трачу на себя или... Нет, сколько ты можешь, сколько ты выводишь. Миллион долларов плюс-минус, вот, ну, сумма прошлого года по чистой прибыли, по моему российскому бизнесу. Если брать здесь, то сюда я вложил 1,8 миллионов долларов на три компании. Ну, то есть, грубо говоря, что, если взять, там, сколько я лично на себя потратил, это, наверное, там, 200 тысяч долларов максимум. Но вот миллион долларов, ну, смотри, ну, в том году я здесь ничего не заработал, нисколько денег. То есть, я, там, минус ну, почему? Потому что я, там, стартапил три компании, по сути. И вот личный доход, миллион долларов, но в этом году, наверное, это уже будет, там, два с половиной примерно. Ну, судя вот по динамику, которую я вижу, и даже хотя бы, если на сохранится, примерно такое получу. Хорошо. Ну, когда мы еще вернемся, и второй вопрос, вот, про такой важный момент, хотел спросить, переходный. Вот, ты говоришь, что ты ушел из найма, и ушел, вот, в общем, в личное предпринимательство такое, стал self-made настоящим предпринимателем, как у нас принято в Эквиум, и достаточно быстро дошел до первых успехов. Как ты думаешь, что определяло такой быстрый результат, и то, что ты вот корону, как бы, получил корону, как самый крутой? Какие личностные качества, или какие подходы тебе помогли сделать это тогда, когда ты перестал быть в найме, и стал, решил стать предпринимателем? Самый большой бы мотив – страх. Я боялся обратно вернуться, потому что я сжег все мосты. Я боялся быть нищебродом, и я боялся обосраться публично, потому что за мной все наблюдали, бывшие коллеги, потому что уже были истории, когда там люди тоже, ну, большая была зарплата, люди копили быстро деньги, и открывали что-то бизнес, и возвращались, и я понимал, что, ну, мне было стрёмно, это сильно зависело от чужого мнения, и мне было вот прям нельзя было обосраться, ну, то есть для меня это там равносильно смерти было. Это если там брать мотивацию избегания, если мотивация, ну, если мои какие-то личные черты, то это настойчивость. У меня есть очень крутая черта, я вот просто максимально целеустремленно настойчивый, то есть я вот, не знаю, ты мне сегодня откажешь, да, я тебе какой-то вопрос обращусь, я не расстроюсь, я тебя буду сжать, вот просто, знаешь, и ты как бы через три года мне ответишь «да» по-любому, типа просто ты устанешь сопротивляться, и у меня вот все вопросы решаются вот таким способом. Ну, то есть я причем не давлением, да, просто настойчиво, знаешь, отъедаю по кусочку. Это вот, наверное, касается предпринимательства. Второе, я очень хорошо чувствую людей, чувствую ценности, чувствую потенциал, умею с ними выстраивать отношения, умею их мотивировать долгосрочно. Ну, вот у меня сейчас российский бизнес, я уехал, и у меня операционки нету вообще. Ну, то есть я в одном из своих офисах, ну, просто в этом городе был полтора года назад, и он у меня работает, каждый месяц приносит прибыль. То есть я классно выстроил там хорошую команду, их замотивировал хорошо, и вообще не участвую никак в операционке. Ну, у меня одна встреча в неделю с исполнительным директором группы компаний, ну, который управляющий партнер, я ему 10% отдал в своих бизнесах, и он там за эти 10% работает, и в целом я, ну, как бы плюс в этом, что я не отвлекаюсь вообще. Вот, наверное, мои основные. Ну, и плюс у меня такое, знаешь, хорошая интуиция, бизнес-интуиция, чуйка. Но она у меня, знаешь, такая связанная, вот, бизнес-интуиция переплетена с управлением рисками. То есть я осторожен, со стороны кажется, что я авантюрный. Но я, прежде чем на такой авантюризм, я там два года реально буду анализировать, ездить там, смотреть, понимать, ну, может, год как минимум, да. И вот когда пойму, что вот точно, да, со стороны это выглядит, типа, я авантюрный такой чел, но я это просто долго вынашивал внутри, и такой, и себе в какой-то момент просто говорю, лучше сделать и пожалеть, чем сделать и пожалеть, и все, и просто вот иду, и все, и делаю. Круто. И тогда вернемся к той теме, которую ты начал говорить по поводу того, что тебе пришлось, ну, как бы достаточно много работать над собой, от чего-то отказаться, что-то приобрести нового. Какие ключевые изменения произошли с тобой вот с момента первого успеха до того предпринимателя, который является, в общем, лидером, там, 800 человек? Смотри, наверное, главное мое изменение как человека, почему мне позволило вот выйти там, условно, с одного сотрудника, с нуля сотрудников до 800 за 8 лет, ну, то есть 100 человек в год я прирастаю, да, это доверие. В какой-то момент я не мог выйти из операционки по одной простой причине, потому что я хотел контролировать, потому что я не доверял. И в какой-то момент я понял, что дальше я расти не могу, ну, просто в моих часах больше нету свободного времени, и я просто, знаете, научился доверять людям, научился доверять, научился давать полномочия, ну, как обычно делают предприниматели, да, или руководители многие. Так, Егор, ты сейчас отвечаешь за это, но, пожалуйста, со мной все согласовывай. Ну, типа, вот дал ответственность, результат твой, а вот полномочия мои, я тебе скажу там, можно или нет. Вот, научился вот так вот, да. Я скажу так, что я ошибался там много и много терял денег, но я понял, что это самая, наверное, единственная стратегия, в которой можно расти быстро и можно расти далеко. Вот, это, наверное, первая моя трансформация, когда я просто заставил себя насильно выйти из контроля, из серьезного такого, знаешь, что, просто отдать вот людям и сказать, вот, делайте, и вот ваша свобода действует. Как ты это делал вот первые разы, вот, чтобы выйти из контроля? Я просто знаю вот такого, такой вот тип предпринимателей, которые вот не могут это отпустить. Как ты делал, вот, как ты натренировал себе это? Я тебе скажу, что это было связано с кризисом. Просто я зашел в кризис, любой кризис это, грубо говоря, вот, почему случается кризис личностный, да, у человека? Да потому что он какую-то херню делает постоянно, какие-то ошибки совершает одни и те же, не получает обратную связь, не слышит обратную связь от мира, и в какой-то момент просто случается пиздец, который проявляется в личном кризисе. То есть человек неадекватен, и он это не понимает, случается кризис, и вот какой-то момент до него начинает доходить, типа, что я какую-то херню делаю. Ну, причем у меня это обычно, знаешь, как я когда в своих кризисах нахожусь, да, вот, прихожу, я полгода не понимаю, что происходит. Я тут думаю, блин, типа, что за фигня? Даже вообще даже не связываю. Все, потом начинают догонять, что я какую-то делаю фигню неправильно, и после этого я начинаю искать решение, типа, что я делаю неправильно. И вот тогда в первый кризис свой я как раз понял, что я такой прихожу там в 8 утра на работу, ухожу в 11, а мои сотрудники пришли в 9, ушли в 6. И я такой, их, короче, становится больше, и я такой понимаю, думаю, ну ладно, окей, вот у меня там есть там, выписал все задачи свои, вот у меня там 55 там ключевых функций, что-то такое получилось. Думаю, ну если я половину отдам вот там на 40 человек, у них же там по одному проценту времени это займет, условно говоря, да, а у меня высвободится 40%, ну условно, вот. И вот я так начал пробовать. И у меня был страх, что я думаю такое, вот я сейчас начну на них делегировать, им полномочия давать, функции, и они мне скажут, типа, что ты на нас давай нам плати больше денег или еще что-то, а у меня-то не было денег. Но я начал делать, давать, и они такие все на ура восприняли, такие класс, вовлеклись, все. Я такой, ничего себе, так можно было. И все, и после этого у меня пошла такая история, что я, ну так как я неплохо разбираюсь в психологии, чуйка хорошая, да, интуиция на людей. Начал реально подбирать классных людей, смотрю, развиваются, смотрю, все правильно делают, все отдаю. У меня вот стиль управления такой очень гибкий. Если человек на старте приходит или там не выполняет, я авторитарный, я говорю, все, мне этого не интересует, делай, да. Там, если у него начинает получаться, я демократ, типа, давайте все обсуждать, там, вместе договариваться. И у меня есть третий, мой любимый стиль управления, попустительский. Я просто вот, когда человек разобрался, я ему не мешаю, ему вообще, как бы, меня, может быть, даже где-то не хватает, он меня вообще не видит и не слышит. Ну вот, я ему говорю, вот смотри, вот тебе там бюджет, и вот тебе сотрудники, делай, что хочешь, вот там, сам ковыряйся, как у меня сейчас происходит в российском бизнесе. Я прихожу, когда в российском бизнесе приезжаю в город какой-то, я прихожу на совещание, понимаю, что я самый тупой. То есть я вообще не понимаю, о чем они говорят. Типа, я как бы еще на уровне, там, вот, когда я передал, там, несколько лет назад, я еще думаю, что они эти процессы делают, а они какие-то процессы уже другие рассказывают, и я понимаю, что я вообще, ну, типа, вообще не понимаю, там, ну, вот именно, что они там обсуждают. То есть какие-то инструменты, там, мы то внедрили, это, сейчас вот это, я вообще это не понимаю. И первый раз я такой, мне было стрёмно, ну, и перед ними, они мне там что-нибудь, а вы что думаете? Я сижу, я, конечно, ничего не думаю, я думаю, как побыстрее бы это закончилось, и мне пойти, там, своими делами заниматься. Я такой, ну, меня надо взять время, там, ну, как бы мазался. А в итоге потом понял, что, наверное, это даже и круто, что, что так у меня получилось команду выстроить, которая, в принципе, сама что-то там развивает бизнес, там, замотивирована, а я такое вот им визионерство показываю. И вот, наверное, это еще вот, это следующий, наверное, этап. Вот первый, это про доверие, а второй, это, наверное, про вообще возможность даже отпустить, наверное, и быть готовым где-то, может быть, потерять, ради больше какой-то, больших возможностей в жизни. Там, еще у меня трансформации, у меня было, там, большое количество трансформаций, я достаточно был такой человек, сам по себе вспыльчивый, агрессивный, и мне тоже сильно в бизнесе меняло. Сколько я людей просто уволил на эмоциях, там, или мочканул, это на старте, это вообще просто колоссальное количество. То есть я просто не разбираюсь, там, ко мне один кто-то подходит, что-то говорит, и я сразу иду, короче, все, мочить. Несколько раз я так ошибся, понял, сначала все стороны надо выслушать, и у меня там появилось там свои какие-то правила, фишки, прежде чем какое-то решение принять, выслушай обе стороны, например, там, да? То есть вот такой... Помедитируйтесь. Да, кстати, я знаешь, что, вот на следующий день стараюсь все решения принимать. На эмоциях хочется вообще просто вот другие делать решения. Ты поспал утром такой, ты думаешь, что я вчера там вообще, что я вчера там завелся, нормальная история, ну все, иду и договариваюсь. Могу извиниться, если я не прав, могу подойти к сотруднику, неважно, какой уровень, сказать, я был не прав, извини, вот, давай разберемся детально. Если еще про трансформации говорить, то, знаешь, вот больше взрослой позиции стало. Раньше было очень много детской позиции, ребенок, например, там, обиделся, кто-то там, что-то твои заслуги какие-то не оценил, кто-то там, ты много сделал хорошего, он не оценил, не оценил, как ребенок обижался. Иногда это переходило в подростковую позицию агрессии, ах так, а я тебе так тогда. Вот, а потом со временем у тебя такая взрослая позиция становится, когда ты растешь и личностно, и бизнес растет. Ты знаешь, да, что масштаб бизнеса пропорциональный масштабу личности. И вот ты взрослеешь вместе с бизнесом, и многие вещи оцениваешь по-другому, какие-то неудачи, там, относишься спокойно, когда что-то происходит, какой-то там, черный лебедь, ты такой садишься, ну, окей, типа. По голове погладил. Да. И, знаешь, и честно, я вот, знаешь, что понял, по мере роста бизнеса, классную вещь, я думаю, для многих предпринимателей будет вообще такое, тоже, может быть, для кого-то инсайт будет, да. У меня всегда раньше был страх, что вот компания развалится, типа, вот там есть, например, 100 человек, я уеду там, или там что-то я не то сделаю, компания развалится. А я, знаешь, какой-то момент понял, что вот люди, которые работают в компании, они заинтересованы так же, как ты, чтобы компания продолжала жить. И они, грубо говоря, ты даже будешь дичь делать, они будут держаться, потому что им надо там домой приносить еду, да, и они сами хотят зарабатывать, и они тебя еще будут удерживать от развала компании. И вот когда я это тоже ощутил и понял, и мне стало проще управлять реально. То есть я понял, что реально люди будут до последнего терпеть, и стараться компанию сохранить. Даже если ты будешь вообще полным дебилом, они будут стараться твои ошибки исправлять. Круто. Скажи, пожалуйста, если вернуться к теме масштабирования и кратного роста вот этого, что определяет и позволяет тебе так быстро масштабироваться по 100 человек, ну, в общем, так кратно это делать? Смотри, наверное, мне вот помогает быстро масштабироваться, это, ну, первое, это, понятно, ограничения в башке, да, снятие их ограничений. Я вот, знаешь, когда вот таким, как нам с тобой, ребятам, говорят там, например, мы с тобой обсуждаем, ты говоришь, типа, Даня, мы там с нуля с тобой начинали, да, я говорю, Егор, мы с тобой начинали не с нуля, мы с тобой начинали с минус. С нуля это когда у тебя правильные установки в башке, ну, типа, ты там понимаешь, что бабки можно большие зарабатывать, что можно бизнес построить, там, тебе за это ничего не будет. Я в пятнадцатом году боялся, что, блин, ко мне приедут братки, отожмут у меня бизнес, понимаешь, в пятнадцатом году, типа, когда открылся, я все ждал, когда приедут меня это ракетировать, короче, типа, насмотрелся там фильмов, понимаешь, вот, и очень много было ограничений, то есть мы начали с минуса, сначала мы первые должны преодолеть установки, с нуля ты начинаешь, когда у тебя нет денег, ну, у тебя есть правильное, ну, там, понимание, Это с нуля. А когда у тебя еще и нету и денег, и нормальных, и установки, ты с минуса. И что мне, наверное, сначала дало это мое масштабироваться? Это мое отсутствие ограничений в башке. Я вот просто смотрю, знаешь, я часто люблю смотреть, я открываю гугл-карты, там есть два режима, можно плоскую карту смотреть, а можно глобус. Я открываю глобус и просто его вращаю. Такой думаю, где бы мне было бы интересно когда-нибудь там поработать. И начинаешь ты с этим проживать, там, я, допустим, вот в Китае недавно, у меня представительство было, я там 4 месяца пробовал, что-то мне там не нравится динамика, я закрыл его, да. И такие, знаешь, начинаешь путешествовать, смотреть, плюс ты такой думаешь, ну, общаешься с предпринимателем и думаешь, ну, все же понятно, что они делают. Вот, там, вот лидер рынка делал вот это, вот это, вот это, вот у него получилось, проанализировал. Я еще, знаешь, начинаю анализировать, а что они делают, неправильно лидер рынка. Пытаюсь это по-своему. И для меня бизнес – это шахматная партия, даже не шахматная партия, знаешь, я вот в детстве и в юности любил играть в компьютерные игры, либо пошаговые стратегии, ну, либо экономические какие-нибудь стратегии. Герои, конечно. Да, герой, вот это все. И я до сих пор, как бы, воспринимаю бизнес, как вот эту вот экономическую стратегию. Типа, есть, можно, там, компания, например, да, это вот я открыл здесь, там, какое-то время я, там, компанию, да, там, компанию открываешь, типа, нужно, там, развить, там, бизнес, да, там, до такой-то выручки, там, или такого количества трудников. А сейчас у меня такое больше, знаешь, как песочница, есть режим, там, компания, есть песочница, да, компания, это когда на здании выполнять, все такое, достичь какой-то цели, а сейчас у меня песочница. Ну, типа, вот, есть песочница весь мир, это 100% ВВП, в котором Россия занимает меньше 2%, ну, или 2% сейчас. Почему я сюда вышел? Из-за того, чтобы мыслить 100% ВВП. И вот я в этой песочнице просто смотрю, как бы, на мир, и смотрю, возможности, а что бы мне было бы интересно. Для меня еще важен кайф вот именно пути вот этого. То есть, раньше я мыслил цели, знаешь, я был там несчастен, потому что я убивался, чтобы их достичь, когда я достигала у меня пустота. А сейчас для меня главное, чтобы мне приносило удовольствие. И у меня получается, потому что я кайфую. Потому что меня не нужно заставлять остаться на работе на час, мне не нужно заставлять прийти в субботу, мне не нужно заставлять, там, когда у меня есть в отпуске, подумать о чем-то, стратегию, с кем-то встретиться. То есть, меня не нужно заставлять, потому что я кайфую. И это, наверное, один из ключевых успехов тоже роста. Ну и, наверное, если последнее взять, я очень много развиваюсь, книжки читаю, общаюсь с людьми. Я вот, знаешь, с кем-то пообщаюсь, и такой, оп, фишку какую-то. Человек мне картину мира немножко сдвинул. То есть большое количество общения и рефлексии. Очень много думаю, почему не получилось, как сделать, чтобы получилось. И амбиции, понимаешь, я такой ненасытный. То есть я даже тебе скажу, что я постоянно врубаюсь в новые бизнесы. Я тебе говорю, да, каждый год открываю. Знаешь, для чего? Чтобы у меня не было того момента, когда у меня достаточно бабок. Я вот, то есть для меня важно, чтобы мне денег немножко не хватало. Только хватает все, это расслабон полный. Я новые запускаю, у меня опять та жесть, опять там кассовые разрывы, и все. Я там все опять лечу. Я вот про это хотел вопрос задать как раз. Потому что все, кто, ну, большинство людей, с кем я сталкивался, кто работает рядом с недвижимостью, девелопендом, это очень сильная такая эго-мотивация от денег. А что движет тобой, помимо этого? Честно, у меня вот есть проблема, что у меня сильно деньги не дровят. Я вот, знаешь, когда сюда приехал в конце 22-го года, я себе поставил цель. Вот как раз в Эквиуме было у нас. Паша Палагин приходил, у нас делал типа стратсессию личную. Я написал себе целей очень много. И причем половину или больше написал по материальной. А меня это, блин, не сильно дровит. Я себе поставил там тачки, там то, сё. Ничего не выполнил в материальном плане, но все выполнил в нематериальном. Масштабы бизнеса, там все выполнил такое, да, там путешествия. Вот все, что, блин, не касается какой-то вот обладания чем-то, я все выполнил. А вот это, и я просто когда подводил за 23-й год итоги и собирался стоять на 24-й, я понял, что мне это просто скучно и неинтересно. И я такой, сижу такой, и что я не достиг, да пофигу, ну типа не купил Бентли, да и фиг с ним, как бы вообще фиолетово. Я на них, я здесь, когда приехал в Дубай, я все тачки перепробовал. На всех Ролсах, Ламбах, Феррари, Бентли, на всем катался вообще. Просто убрал на выходные, каждый выходной новую тачку. И для меня это вообще настолько теперь, ну знаешь... Какая у тебя сейчас машина? Рейндж Ровер. Вок, большой, который. Ну знаешь, есть минимум, как бы нормы, да, то, что ты не готов, после которого ты считаешься нищебродом. А есть то, что избыточно, ну типа вот разница между Бентли для меня и Рыжавером, она не сильно большая для меня лично. И это меня не драйвит вообще. А вот знаешь, вот я вот сижу, думаю, блин, купить Бентли или еще там, не знаю, в Гонконге открыть офис. Я выберу 100 прудового в Гонконге, понимаешь? Знаешь почему? Я представляю, как будто ездить, там, не знаю, там новые задачи, новые там, вот эта новая компания экономическая, стратегия, понимаешь, там, что-то пойти рынок потрогать, почему? Я пойду туда, кто езжу, там, сколько остановлюсь, с людьми знакомлюсь, с новыми. Меня это офигенно драйвит, чем Бентли, к которому я привыкну через месяц, и мне это будет еще фиолетово. Но это, это у меня просто такой характер. У меня, один из моих главных мотивов, это интерес. Вот, если мне интересно, круто, если мне интересно. Любопытство, да, такое? Да, это, наверное, знаешь, это, у меня всегда есть прикол, как бы мой такой в рынке. Я вот даже, находясь в сети этажей, я очень много делаю не как этажи. У меня всегда прикольно найти другой путь. Я всегда приехал, я проанализировал рынок, и у меня своя бизнес-модель, которая, там, имеет отличие от многих компаний, допустим, в Дубае, да. Там, у меня доверительное управление недвижимостью, там вообще другая модель. Мы вообще там придумали такую модель, которую мы, там, на рынке не встречали. То есть, у меня прикол вот в этом, в том, что попробовать сделать по-другому. Когда-то получается, но когда-то не получается, я просто встаю, отряхиваюсь и говорю, ну, типа, не получилось, а давай еще вот так попробуем, и все. А ты просил пожёщий вопрос тебе задавать, чтобы было интересно. Я хотел спросить про вот эту черту нищеброда, по твоему мнению, это вот, она где начинается? Когда ты начинаешь смотреть цены в ресторанах, наверное, вот это для меня боль становится. Если я вот, ну, у меня такие бывают моменты, у меня реально раз, там, в два года личные кассовые разрывы бывают, когда я, там, залечу в проекты, там, не рассчитаю, и для меня это прям больно. Но, знаешь, я в тот момент очень максимально собираюсь, типа, вообще просто начинаю, там, я сначала, там, захожу в депрессуху, вот, а потом, хотя, знаешь, вот я сидел недавно, вот здесь, кстати, в Дубае, знаешь, чем классно? Здесь ты можешь с любым человеком, даже с долларовым миллиардером, спокойно встретиться, и здесь очень короткая дистанция. Так вот, я с человеком общался, у него примерно, там, ну, судя по активам, которые есть в общих, в общих доступах, ну, состояние больше полумиллиарда долларов, вот. И был момент, когда он говорит, вот мне надо кредит взять, там, на выплату, там, собственной квартиры, короче, не хватало денег, там, в рассрочку взял, вот, надо сейчас задавать. И он такой, я, говорит, могу, типа, выплатить с компанией, но мне надо вытаскивать. И, короче, я такой говорю, блин, а я думал, типа, что, ну, типа, на этом уровне уже, типа, ну, всегда, типа, денег хватает, он такой, говорит, да вообще них, них, нихера не хватает, и мы просто с ним заржали, знаешь, почему? Он засмеялся в том, что он, ну, то, что подумал, что, типа, насколько я заблуждаюсь и думаю, что когда у меня будет 500 миллионов долларов, что у меня, типа, будет, там, ну, просто бабки лежать на счете, а я заржался того, что я думал, что тоже так же, что, ну, что, думаю, когда-то это исчезнет. Я думаю, что это в характере личности, понимаешь? Ну, типа, ничего не стоит вот сегодня сказать, вот, все, там, два года не открываю бизнес и затариться этими бабками, типа, ну, там, блин, на несколько лет, но нету такого, потребности такой нету. Как я недавно смотрел интервью с Олоном Маском и говорят, вы самый богатый человек на земле, как вы вообще-то проживаете? Он говорит, ну, у меня же нет физических этих денег, у меня есть акции компаний, которые успешны, которые я развиваю, это дело в моей жизни. Сколько у меня личных денег, но это уже совершенно другая история. Поэтому, мне кажется, сильно отзывается. Да, я думаю, что просто, смотри, много разных людей, но, наверное, ключевые мотивы, там, их там не так много, там, условно, пять, да, и вот здесь, наверное, просто совпадают, да. Может быть, не совпадают, там, инструменты, там, решения, но совпадают мотивации. Вот когда у тебя мотивация и интерес, там денег нету. Ну, типа, я могу и... Я знаешь, даже, если честно, у меня в пандемию, когда началось все пандемия, я такой, ну, мы там закрыли же, сидели дома, и я такой, ну, готов морально к бизнесу, потери бизнеса. Думаю, ну, все, там, полгода просидим, все, у меня там, все, компании больше нет моих. И я такой, где-то там, попереживал несколько дней, а потом такой сижу и думаю, блин, так это же прикольно, типа, сколько я там ошибок наделал, там, ну, столько там тупости вообще просто. И я вот просто беру, и сегодня все свои ошибки, как бы, оставляя в прошлом, и начинаю с нуля. Новую игру начать. Да, новую игру начать с нуля. Я, кстати, знаешь, я так делал часто, когда мне с нас неинтересно, я выходил, и вот я такой себя ловлю на этом, и такой думаю, прикольно, как бы. И у меня, знаешь, у меня с того момента нету страха потерять бизнес. У меня есть страх, наверное, знаешь, что, что у меня не будет, там, по обязательствам платить, не знаю, там, за квартиру, за еду, там, за обучение детей, наверное, вот. Ну, это, как бы, блин, там, цена вопроса 20 тысяч долларов, там, может, 30 тысяч долларов в месяц, как бы, это фигня. То есть, грубо говоря, с миллионом долларов я вообще могу быть свободным, там, спокойным, там, много лет, да, условно. Но я их накопить не могу, потому что, когда у меня появляются живые деньги на руках, я, у меня, у меня сразу режим активации идей генерится. Да, 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 да.